Доброе утро, товарищи! Кать, скажи привет! Привет! Да мы не будем снимать то, что ты делаешь. Я просто хочу, чтобы вы мелькнули. Катя за собой ухаживает сейчас. Лиза, это трескает яблоки. Лиза, привет! Привет! Лиза, что это у тебя на руки? Миша, а ты что делаешь? Миш, скажи привет зрителям. Нет. Так, он опять не блогер. Да что же это такое? Да. Ну ладно. А у меня садится камера, потому что я забыла её зарядить. Я просто гениальна. Я отправляюсь в магазин. Я хотела взять вас с собой и снимать вместе с вами в магазине, как я обещала на стриме. Но, блин, что-то пошло не так. Пошла я заряжать камеру, короче. Зарядились, но не очень. Поэтому возьмём с собой провод, потому что я уже не могу больше ждать. Сейчас рынок закроется. Знаете, что у нас на улице? У нас на улице весна наступает. Сейчас покажу. Вот как-то так. В общем-то снег тает, и уже даже видно места без снега. Вот травка зелёная, видите, да? Всё, пойдёмте к машине. Я надеюсь, что завтра новый снег не выпадет, потому что снег мне уже надоел. Машинюлечка меня ждёт. Во, видите? Вот на соседской машине уже снега нет почти. И с Сашкиной всё стаяло. Там сосули громадные. И солнышко самое главное. Ещё я этот влог пытаюсь снимать в новом формате. Более живом. И чтобы картинка чаще менялась. Досмотрите до конца, напишите в комментариях, лучше так или нет. Как же ехать в магазин и не взять с собой бабушек? Зачем? А чтобы было, правда? Светофор хотите? Бабушки яиц хотят. Бабушки яиц хотят. Ой, что-то ты разлеглась. Светлана, ты не могу. Это Саш, наверное, ездил. Это Лиза, наверное. Лиза? Да. Приехали на рынок. И даже до его закрытия, я надеюсь. Масочки. Одевайте масочки на улице обязательно. Пока бабушки покупают, покажу вам. Смотрите, что я нашла. Джем, киви с мятой. Махеев ни разу не видела. Будем сегодня пробовать с Лизунькой. Я люблю киви, люблю мяту. А вообще-то мы яйца покупали. Вон они там. Беленькие в этот раз. Красивенькие. А когда Пасх? Ещё рано? Рано. Рано, ещё и масленица будет. А я думала, на Пасху. Красили. Конец отряда, ничего. Каша, просто каша на дорогу. Капец всё творится. А я приехала в светофор. Пойдёмте прогуляемся. Мне почти ничего не надо, но что-нибудь я всё-таки куплю. Как минимум сыр. Ой-ё-ё. Ой, как тут скользко. Аккуратно. Можно улететь. Мама, подожди. Руку дам. Подожди, говорю. Вот это вот мне надо. Это набор для приготовления слайма для детей. Так. Давайте скуму из далека вытащим. Вот. Там их свежее. Досочки ещё хочу. Вот эти вот по 100 рублей. Тоже подальше залезу. Мне понравились. Пусть в запас лежат. Вот эта вот штука вкусная. Берите, не пожалеете. Возьму себе парочку. На обратном только пути. Мороженки новые завезли. Вадагаскарская ваниль с солёной карамелью. Вкусненько. Возьмём 5 штучек. Блин, зря я тедяшку не взяла, однако. Так, оп. Сейчас я это всё не унесу. Смотрите, нашла ещё одни сардельки говяжьи категории B. И вроде как составчик неплохой. Кто-нибудь пробовал? В общем, я беру, потом расскажу. Вот самое вкусное печенье. И это динозаврики. Нам его тоже привезли. Я обещала детям. В общем, короче, за одним слаймом поехала. Смотри, всё представляю. А выхожу с полной тележкой. Когда едешь за маслом, грех не постоять на этом... Как его называют? На переезде. Сочувствовали тем, кто живёт за шлагбаумом. Потому что это единственный выезд оттуда в город. Наш маслоцех. Вы, наверное, уже выучили. Эту картинку. Новая гавань. Подсолнушки. Тут ещё сено складывают для красоты. Новую стоянку сделали. Наверное, рассчитывают на приток клиентов большой. А, вот оно, сено. Смотрите, мне нравится здесь объявление. Уважаемые покупатели, вы можете думать о коронавирусе и всё, что угодно. Мы, возможно, думаем точно так же. Но без защитных масок мы не обслуживаем. Огромный штраф оплатить нам, а не вам. Надеемся на ваше понимание и будьте здоровы. Прикольно. Здесь, кроме масла, ещё всякие печенюшки вкусные продают. Зефирки, конфетки. И вообще, тут большой магазин, но мы покупаем масло. Смотрите, какой прикол я нашла. Это типа этого. Наверное. Да, это хватать. Оп, 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 оп. Блин, прикольная штучка. Блин, чё она такая дорогая? 125 рублей. Была бы подешевле, я бы взяла. Но, блин, 125 рублей она не стоит. Мишка её быстро сломает. О, Лизавета любит вот такие вот орешки. Интересно, а сколько вытягивает один пакетик? Дядя ей несколько штучек. Это вот мама нашла. Жена Кочегара Пети. Это что такое? Это что? Я не знаю. Конфеты глазированные. Это конфеты. Там внутри конфеты. Прикольно, смотрите. Тут просто кладезь интересных названий. Конфеты Папа Коля. Плотник Вася. Где они их берут? Плотник Вася. Это мама тут ищет забавные. Прикол. Где он плотник-то? Вот он. А там какая-то синенькая. Тоже плотник Вася. Они разноцветные бывают. Слеза чья-то? Слеза мужчины. Прикольно. Что за фабрика такая интересная? Забавные конфеты с забавными названиями выпускают. О, а тут вообще машинка. Ой, она прямо машинка-машинка. Прикол. Три машинки я им возьму. Прикольно будет. А эти, кстати, арахис кладезированный. Он по 30 грамм в одной штучке. Тут сувенирчики, классные чашки. И даже самоварчик. Смотри, какой красивый, мам. Самоварчик. Он с конфетами, наверное. А тут сундучок. Заклеенный. Явно все хотят посмотреть, что внутри. Сегодня я решила не в Магнит ехать за кефиром. Ну, молока мне не надо. А кефир можно и здесь купить, в апельсине. Поэтому пойдем в апельсин за кефиром. Ну, что, как лепешки сегодня. Опять? Ну, лучше, чем в прошлый раз. Вот эти. Ну, это как-то жестко. Они какие-то плотные. Как будто они старые. Вот это вот мягенькое. Держи. Попробуй. Что-то мягенькое. Может, мы в этот, в овощной зайдем? Там тоже такие есть. Да, в овощной. Что такое мини-багет? Это типа маленькие булочки. Ага. Прикольно. Красивенькие. Пельмени. Наши Абинские. Такие русские. Крупные. Вот эти. Мама берет такие пельмени. Это наши полуфабрикаты прям Абинские. Здесь написаны. Стоимость. Сколько они стоят? Не знаю. Не знаешь? Ну, ладно. Говядина высшего створта, свинина жирная, мука пшеничная. Высший створц соевая мука. Ну, лук, излеченый, свежий, сахарный песок. Смотрите, какие гигантские. Пельмени народные. Куриные. Масло растительное, вода петивая. Я нашла. Я обожаю форель. Форель по 98 рублей. Кусочки. Там серьезно кусочки? Не брюшки? Ну, блин. А, форель радужная. Кусочки и срезки. Не, не хочу. Куски, между прочим, дешевле, чем в магните. Там по 65 без скидки, а тут по 61. Так, главное, чтобы дата была нужная. Короче, хлеб нам в офисе и понравился, поэтому мы идем в овощной. Там сбоку есть хлебный магазинчик. Вот. Там прямо свеженькие лепешечки продают. Пекарня. Да. Вот она тут сбоку. Во. Нет, тоже плотный. А вот этот мягенький. Пробуй. Короче, в итоге выбрали батоны. Батоны самые мягкие, самые классные. Лепешки что-то сегодня это. Плотненькие. Вот. Вот такие вот. Большущие, мягкие. Все, пойдемте. Сейчас поедем еще в один магазин. В Магрит. Потому что мама хочет мороженое свое любимое. Она у нас всякое не ест. Только определенное. А я засекла пару дней назад, что оно там по 49,90. Это хорошая цена. Конечно, можно было бы со скидкой, но скидки нет. Магнит. Это который на нашей улице. Теперь открыли магнит косметик. Это хорошо, потому что раньше приходилось за мост ездить. А теперь все рядом. Он не совсем рядом с нами. Он от нас в квартале, скажем так. Через полквартала даже. Вот это вот мороженое. Через головато. Именно такая. Другую мама не признает. Но это очень вкусненько. Попятать рублей. Приехали. С бабушками к бабушкам. Будет сейчас кофеечек. И дегустейшн тресковой печени. С мамой кофе, с меня печень. Вот этой вот. Я не помню, показывала в светофоре, нет? Наверное, нет, забыла. Вот такую взяли. Паштет из печени тресковых рыб. Там, короче, печень ментает. Перемешку с печенью трески. Будем сейчас пробовать. Ой! Выглядит не чё-то. Даже, наверное, тут всё-таки трески побольше. Ментая обычно тёмненькая печень. Ну, как-то так. Давайте пробовать. Треской пахнет больше. У неё специфический такой запах у печени. Слушайте, мне нравится. Теперь надо на вкус. А ты только его не жми, пожалуйста. Я маме засунула мороженое своё растаявшее. Делегация? Или только ты? Что, там они что-то поругались. Миша обиделся на Лизу и ко мне приставал, чтобы я с ним играла. Лиза потом начала одна играть. Потом Миша посел, хотел поиграть. Даже окно сюда сошёл. Что такое? На окно вышел прыжок. Лиза на него накричала. Так, всё. Давайте успокоились. Что-то вы без мамы тут совсем. Так я не... Всё, все уже мирятся. Ну, кое-кто тут, правда, в угол загремел по имени Лиза. Мишка делится своими конфетами. Тебе розовую? Тебе розовую? Чтоб не вредничало много. Нет, Тадя. Сейчас придёт. Она продукты пошла приносить. Мы с Мишу, мы смотрим... Машу, она открывает бомбочки для вас с деньгами. А Лизавета там рисует. Лиза, у тебя подушка вываливается. Какие у меня девчонки, рукодельницы. Ох ты ж. А ты что делаешь? Тренируешься ровно это? Нет, я убираю, чтобы потом не обжечься опять. Что, убираешь? Убираю вот это вот. Оно просовывается, я сюда палец ставлю, привычки вот так вот хватаю. А оно горячее. Ага, ты сделаешь крышечку. Я хотела вам показать, как Лиза делает классную штуку. Ну, он не клеится. Вообще? Вообще. Значит, там была не такая тарелка? Значит, там была не стеклённая тарелка. А какая? Пластиковая. К пластиковым совсем приклеится. Ты можешь попробовать, конечно. А что делает Катя? Катя тоже рукодельничает. Что шьём? Ничего. Не получается? О, я вижу, Катя шьёт топик, пытается. Это не топик. А что это? Это Майка. Ну, коротковато. Больше на топик тянет. Коротковато. Ну, вот. Ну, Майка должна быть чуть длиннее жёбку прикрывать. В общем, Катя шьёт... Катя шьёт телу Майку. Тело пока без головы. Понимаете, да? Это вот этому телу. Дайте мне Майку. Чем занимается Миша? Сходит с ума на кровать. Чем занимаюсь я? Я отдыхаю. Я решила, что по вечерам я должна отдыхать. Всю свою активность я переношу на утро и на обед. А вечером я отдыхаю. Вот. Куда смотреть маме? Поднимать тебя давай. Опа! Бам-бам-бам! Кто тебя бам-бам? Уже что-то получается. Кто-то нападает на Мишу? Я буду. Спасаем! За ногу тянем! За ногу! Ну, ты будешь делать красоту или нет? Буду. Не на этой тарелке. Ну, давай быстрее. Я знаю. Можно ещё бумажку приклеить. Вернее, при шпандорить как-то. Ночью скоро на дворе. Они что, затеяли? Они затеяли. Ух ты, какой человечек у тебя, Мишка! Нет! Это робот! Робот! Ну, я хотела сказать, что это робот. Он же человечек. Нет. Он же по образу человека создан. Нет? Нет. Хорошо. Какой у тебя крутой робот. Ага. А у Лизы что? Я, Миша, делаю автомат, чтобы Миша мог сражаться с этим роботом. Ага. Короче, нормальные люди вечером ко сну готовятся. А весёлая семейка что делает? Конструктор играет. Лизка, убери штаны. Мама опять нашла бардак. Я к тебе иду, иди. Я к тебе зайду. Это очень крипово выглядит, как говорит нынешняя молодёжь. Когда кукла без головы получает одежду. Показывай. Ты застёжки ещё не сделала? Я завтра приклею, подожду. Ой, а надо, наверное, знаешь, что можно? Стразики взять и наклеить. Стразики какой-то рисунок. Я пока что хочу что-то простенькое. Ну, со стразиками-то простенькое. Их просто наклеить надо. Я клеить пока не умею. Я тебя научу не морщись. Это некрасиво. Не хочешь? Было бы гораздо красивее. А вдруг испортится? Я так думаю, с 10-го раза получилось. Ну, ничего страшного. Труден только первый шаг. А вот сюда нам надо какую-то... Липучку? Липучку, да, малюсенькую. Давай я тебе завтра липучку поищу и стразики. Согласна только со стразиками. Ты вроде бы покупала мне. Нет, надо совсем маленькую липучку. То есть тоненькую, чтобы не вырезать. А зачем я только учусь её вырезала? Чёрненькую. Ну-ка, смотри, во-первых, она чёрная. Во-вторых, она очень толстая. Ты её приложи, у тебя там горб будет на спине у куклы. Должна быть малюсенькая. Я не знаю, что липучка. Ты изнахратила чёрную липучку. Я тебя поздравляю. Чуть-чуть всего. Чуть-чуть всего. Чуть-чуть всего. Чуть-чуть всего.